Дамы и господа, давайте будем понемножку приступать к нашему вебинару. Народ еще подключается. Итак, давайте приступим. Всем еще раз официально уже здравствуйте, будем двигаться по нашему плану. Итак, сегодняшнее наше мероприятие посвящено такой тематике, как казначейство, кэшфлоу, платежный календарь, согласование заявок и все, что около этой темы. Сегодня мы постараемся говорить о неких кейсовых примерах, какие есть уже наработки, как это можно применять уже в текущем виде. И конкретно на сегодняшний день, потому что тема достаточно насущная для многих компаний. Сразу скажу, что сегодня у нас участники из разных стран. Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и так далее. Кстати, сегодня мне сказали, что в Азербайджане есть определенный национальный праздник, поэтому с праздником. А всем, кто к нам уже присоединился и присоединяется, надеюсь, что вам будет полезно и интересно. И мы ждем от вас активности в чате с учетом вопросов. Но перед тем, как начать непосредственно уже доклады, я бы хотел познакомить вас с нашей командой. Представлюсь, меня зовут Юрий Борьбух, я являюсь коммерческим директором компании IBM Finance. И сегодня буду выступать в роли модератора и помогать нашим спикерам отвечать на вопросы, передавать им информацию и так далее. И у нас сегодня будет несколько докладчиков классных, интересных, живых, опытных. И я думаю, что вы с ними сегодня познакомитесь. Итак, Елена Кожевина, первый докладчик, это CEO компании IBM Finance. Имеет огромный опыт в области финансового управления, все, что связано с бюджетом, управленческим учетом, консолидацией, отчетностью и так далее. И сегодня Елена, естественно, будет делиться своим опытом, как все-таки применяются данные инструменты на опыте. Елена, привет, помаши ручкой, включи микрофон. Приветствую. И наша Татьяна Ряполова, это консультант, ведущий, бизнес-аналитик. Имеет огромное количество всевозможных сертификатов, участвовал в огромном количестве проектов, как менеджер проектов и как ведущий консультант. И точно так же, как Елена, специализируется в области бюджетирования, управленческого учета, бизнес-процессов, все около финансовых возможностей, но и не только, скажем так. Татьяна, на связи. Да, здравствуйте. Отлично. Я, кстати, забыл спросить, как у нас качество связи, видео, звук. Если есть возможность, поставьте плюсики или минусики в чате. Я надеюсь, что мы с вами вообще будем коммуницировать сегодня в таком режиме через чат. Но, в принципе, если у кого-то будет необходимость спросить голосом, я думаю, что мы тоже можем дать такую возможность и отвечать на вопросы. Но, в любом случае, мы доступны к общению. Поэтому просьба, как только у вас что-то возникает, пишите сразу же вопрос. Мы, скорее всего, будем или в чате отвечать, или после доклада ответим достаточно развернуто на все вопросы. В общем, мы любим дискутировать. Ну, а перед тем, как я уже передам непосредственно слово докладчикам нашим, я буквально в двух словах скажу, что компания IBM Finance существует давно, уже больше 20 лет. Мы немножко были под другим брендом, но смысл в том, что мы входим в группу компании IBM Cloud, которой я расскажу, чем дальше занимается. Но мы занимаемся конкретно наше подразделение и наша компания IBM Finance комплексными проектами от разработки методологии в финансовом управлении до конечной автоматизации, обучением и поддержкой всех систем, которые и модули, которые мы внедряем с точки зрения вообще финансового управления в компаниях. В основном это средний крупный бизнес. Дальше я покажу, с кем мы имеем опыт сотрудничества, кто является нашими клиентами. Но мы выполнили огромное количество проектов и, собственно, сегодня будем делиться неким, ну, смесь нашего опыта, нашего подхода, методологии и нашими рекомендациями, как это лучше всего сделать. Причем мы, поскольку работаем с абсолютно разными отраслями, в этом как бы наша и добавочная стоимость, что мы реально понимаем разные виды бизнеса, потому что в каждом бизнесе есть, безусловно, своя специфика. Ну, наша компания в цифрах. Мы выполнили, если говорить про всю компанию IBM Cloud, то уже порядка более 450 проектов. У нас 180 сотрудников работы в компании. Мы работаем на огромной территории, мы расширяемся и надеемся и в ваших странах с вами, с вашими коллегами, партнерами тоже будем в будущем сотрудничать. И мы в нашем сотрудничестве обычно становимся не только партнерами, но достаточно часто надежными друзьями. Если говорить про компанию IBM Cloud, то компания занимается совершенствованием цепи поставок в разных абсолютно областях управления компанией. Это и управление запасами в производстве, это автоматическое управление запасами в ритейле, это автоматизация управления складами, это управление дистрибьюцией, это всевозможные системы управления лояльностью, система управления транспортом, особенно все, что касается доставки последней мили, когда нужно спланировать маршруты, сделать доставку, посмотреть планфакт и так далее. Ну и, безусловно, компания IBM Finance, которую я уже представил, то есть, по сути, мы как бы такой верхний контур, который уже систематизирует все эти решения с точки зрения именно финансовых потоков, управления деньгами, консолидации, отчетности. Причем все эти продукты, у каждого слова, которое здесь написано, я назвал, есть свой программный продукт, который может работать как в комплексе, так и индивидуально. Если кому-то интересно, обращайте в наш сайт abmcloud.com, там есть более детальная информация, или же, если нужно узнать еще более глубже, да, или заказать презентацию, без проблем, это можно сделать через наши клиент-менеджеры. Как я уже говорил, мы работаем с огромным количеством компаний, не просто работаем, а есть текущие проекты, которые мы выполняем, но есть компании, которые с нами уже работают 13-15 лет на наших продуктах. А поскольку наши продукты – это конструкторы гибкие, есть центр компетенции на территории заказчика, который непосредственно уже самостоятельно может дорабатывать всевозможные системы, мы их обучили этому, и они успешно работают с тем инструментарием, которым мы их предоставили. И это была моя такая вводная часть, чтобы вы понимали, с кем вы сейчас будете вести коммуникацию, кого слушать. И дальше я уже передаю слово первому докладчику, Елена. Да, всем добрый день. Сейчас я переключаюсь. Рада всех приветствовать. Маленькое повторение. Сегодня мы будем с вами говорить про управление кассовыми разрывами, про казначейство, про одну из функций финансового департамента. Достаточно важную функцию, которая, как правило, очень важна, ярко бросается как такая потребность в кризисные периоды. Это всегда важный инструмент управления в компании платежами, платежеспособностью и как раз кассовыми разрывами. На самом деле и в обычной деятельности, достаточно успешной деятельности компании, прибыльной, вопросы управления деньгами всегда существуют. И в этой области с какими проблемами сталкиваются наши клиенты, я думаю, что многим это тоже может откликнуться. Во-первых, эта проблематика как раз связана с тем, что есть сложность, непрозрачность, нет контроля за кассовыми разрывами. Ну просто, вот нету такой функции, что нету возможности сверять с бюджетом. Есть у компании вообще особенность, что иногда и бюджета нету в разрезе Центра финансовой ответственности, статьи каких-то других аналитик. Но если этот бюджет существует, то он существует где-то, бывает в Excel, наши платежи происходят в учетной системе. Этот процесс разрозненный, достаточно сложный, иногда происходит сверка на коленке. Как правило, в таком процессе существует большое количество ошибок человеческого фактора. Ну из того, что мы видим часто в компаниях, особенно если это крупный, вот средний, крупный бизнес, с которым мы работаем, на самом деле это может быть и в небольших компаниях, что как происходит процесс согласования. Если там в докарантинное время говорить, то это может стоять физический человек с бумажкой на оплату, с документом на оплату под финансовым департаментом, с желанием оплатить. И здесь может также возникнуть ошибка у самого финансового департамента, куда будет оплачено. Бывает несвоевременность оплаты, бывает дублирование оплаты, то, с чем часто с нами делятся наши клиенты. Если говорить про не карантинное время, то часто это происходит в почте, в разных мессенджерах. И казначея просто обрывается трубка, где, где мы платеж, почему, на какой он стадии, оплатили, не оплатили. И действительно у нас есть примеры компаний, которые и дублируют оплаты, и про них просто забывают. В крупных компаниях, где существуют разные учетные системы, разные клиент-банки, этот процесс еще усложняется тем, что мы, получается, дублируем нашу функцию. Мы в учетной системе разносим, мы там наши заявки где-то собираем, возможно, в Excel, мы в клиент-банке разносим платежи. И получается, в очень многих системах бывает SAP, оперативных SAP-системах, учета дублируются, вот эти вот наши разнесения и наши платежи. Ну и, как правило, проблематика заявителей, то, чем с нами делится, а где же мой платеж, на какой он стадии, что мне сказать моему поставщику об оплате, я не знаю, что происходит, ну и так далее, и так далее. Что, с чего рекомендуем начать? Из нашего богатого опыта, на какой бы стадии вы ни находились, автоматизируете в этот процесс, или он происходит у вас, там, возможно, в Excel этот процесс происходит, вам нужно, как минимум, для себя описать процедуру, цепочку согласования. Как правило, это выглядит, что есть некий заявитель, который подает заявку на платеж, у него есть руководитель, если у вас разработана финансовая структура, то это руководитель Центра финансовой ответственности, если нет, руководитель его подразделения, это, возможно, будет следующий этап директора, там, какого-то филиала, завода. Обязательно функция контроля должна быть у казначея, она может быть как в конце, либо там в начале у заявителя, это зависит от ваших особенностей. Также может быть финансовый департамент, финансовый директор, который согласует заявку. Но этот процесс должен быть прозрачным и понятным всем внутри вашей компании. Бывают процессы достаточно сложные. Это один из примеров, которые мы описывали в компаниях. И от чего эта сложность может зависеть? У вас может быть достаточно разветвленная организационная структура. Иногда в компаниях разный процесс согласования наличных и безналичных платежей. Бывают от суммы согласования, от разной ветки согласования, до миллиона гривен, такая-то цепочка, или валюты вашей страны. После другая цепочка согласования. В бюджете, если, то быстрый процесс согласования, потому что мы уже ранее утвердили бюджет, зачем еще много раз согласовывать. Если не в бюджете, понятно, нужно согласовать с руководителем, проверить финансовому директору. Бывают зависимости от статьи. Например, инвестиционный платеж, он согласовывается дольше. По операционной деятельности гораздо быстрее. Что очень важно, чтобы было в вашем платежном календаре, для того, чтобы этот процесс был удобный, контролируемый на каждой стадии для всех участников этого процесса. Каждая заявочка, то есть у нас есть бюджет, который мы согласовали, то, как это было бы в идеале. У нас есть бюджет, который мы согласовали, у нас есть заявки, которые подают заявители, и эта заявочка должна каждый раз откусывать кусочек нашего бюджета. И также мы должны учитывать, что есть у нас и фактически деньги, прошедшие и оставшиеся. Что-то я тут нажала случайно. И каждому в компании желательно видеть такой отчет. Как финансовому директору желательно такой отчет, так и руководителю Центра финансовой ответственности, чтобы было удобно, что у него запланировано, что фактически потрачено, что в резерве, это то, что уже заявка проходит, процесс согласования, и какой остаток по бюджету остается, чтобы это было видно и прозрачно в компании для управления. К чему мы стремимся? Или изначально какие проблемы бывают в компании? Когда мы видим вот такой процесс согласования достаточно разрозненный, и что это может быть на уровне учетных систем? То есть могут быть в компании разные учетные системы, это может быть географически разветвленная структура деятельности. И в такой ситуации, как мы называем себя внутри, зоопарк учетных систем, достаточно сложно, и есть большая проблематика, где вот эти платежи собрать, где проверять эту сверку с бюджетом, и с какой системы будет уходить платеж. И, как правило, все это происходит в Excel, этот процесс, ну, из того, что мы сталкиваемся. И если компания доросла, ничего против Excel как инструмента не имеем, но если компания доросла до определенного уровня развития, и этого инструмента уже не хватает, то есть мы видим большое количество ошибок, или этот процесс очень длительный, то есть согласование занимает, неделю бывает в компаниях, то что мы рекомендуем? Мы рекомендуем инструмент, который, собственно, внедряем и предлагаем наш продукт BM Finance, который бесшовно встраивается в конфигурацию любой учетной системы 1С. Сам продукт написан на языке 1С, поэтому мы строим единую централизованную базу управления, в которую закачиваются любые ваши 1С учетные системы, которые ведут первичный учет, и вы здесь получаете консолидированную управленческую информацию по факту. Ну, в данном случае мы говорим о движении денег, а на самом деле большинство наших проектов, они комплексные, и мы туда консолидируем и доходы-расходы, ПНЛ, баланс, все собираем. Но в данном случае говорим про деньги, то здесь консолидируются наши денежные поступления, наши выплаты. Что позволяет сделать продукт BM Finance, о котором будем говорить, и на кейсе которого буду рассказывать вам пример реализации платежного календаря и казначейства. Во-первых, он может в себя консолидировать разные данные из разных учетных систем. CRM, возможно, у вас есть какие-то Oracle, другие 1С базы. Тот же Excel есть, где ведется, возможно, даже тот же бюджет. Сама система BM Finance позволяет внести бюджеты в систему, забюджетировать, подтянуть факт из первичного контура. Здесь вы можете строить отчеты, план-факт, в сравнении план-факт. И, по сути, здесь происходит процесс согласования заявки. Заявки непосредственно в ABM Finance в виде документов. Я вам сегодня покажу такие проформы, которые как конструктор индивидуально здесь все настраивается под особенности клиента. Итак, мы с вами согласовываем процесс согласования заявки. Он здесь настраивается, проходит цепочку согласований, сверку с бюджетом. Вся эта информация выгружается в 1С базу, где происходит обмен с клиент-банком. Согласованная платежка, разнесенная как раз по аналитикам, всем управленческим, ЦФО, статья, проект, возможно, какие-то другие ваши аналитики, она уходит в клиент-банк. После оплаты возвращаясь, платеж уже подтверждается, и вы по факту получаете автоматом отчет о движении денежных средств. Ну и непосредственно с системой вы можете получать различные отчеты. Мы посмотрим с вами там реестры, платежи, платежный календарь. И если есть необходимость, возможно, еще это визуализировать через BI-контур, но это уже как отдельная подсистема для реализации. Что может так же, что удобно сделать? Так, хочу что-то тут. Лен, ты, наверное, отключи сейчас шер рабочего стола и перезапусти, наверное. Или ты уже справилась? Нет, я уже, да, справилась. Все, я поняла, что произошло. Что еще позволяет наша система? Ну, платежи – это такая задача, которую платежи запускают заявители, которые не всегда заходят в учетные наши системы 1С, ну, вообще в какие-то учетные системы. И для такой возможности предусмотрена, и сейчас очень распространена возможность запускать, утверждать заявку через мобильное приложение или через Telegram. Самое сейчас распространенное, то, что мы себя в компании используем и наших клиентов, покажу на примерах, это согласование заявки через Telegram-бот. Автоматизация казначей. Елена, я прошу прощения, Елена, у нас есть один опросик маленький, и хотелось бы его использовать в рамках нашего доклада. Сейчас администратор запустит нам очень важную обратную связь про те системы, которые сейчас используют наши участники. У вас сейчас на окошке высветился опрос. Будьте добры, выберите нужный вариант, который у вас используется, и нажмите кнопочку «Отправить» или там проголосовать. Нам очень важна обратная связь, с какой системой вы автоматизировали уже платежи, и, может быть, это будет как обратная связь для нас. Буквально несколько секунд. Ага, спасибо большое. В Excel и бумажный вариант. Да, ну, скажу честно, что да, большинство наших компаний действительно это очень, на самом деле, грамотно, автоматизировать инструмент платежей именно в базе оперативного или бухгалтерского контура, где происходит факт, то есть привязывать инструмент именно к 1С учетной системе. Скорее всего, у вас 1С как учетная система используется. Если честно, BI-систему, как для согласования платежей, для визуализации отчетности, да, вот для согласования первый раз, у меня такая информация, как там бизнес-процесс, по-моему, такой возможности там нет. Вот, ну, возможно, да, вы пользуетесь как отчетностью, видимо, там платежный календарь. Excel, да, достаточно частый инструмент, и бумажный вариант тоже остается. Как правило, в небольших компаниях этот остается вариант. Но много ошибок бывает в этом процессе. Ну что, я хочу с вами поделиться кейсом. Спасибо за ваши ответы. Кейсом по автоматизации именно процесса казначейства с одним из наших клиентов. Кейс, скажу, очень свеженький. Мы постоянно внедряем наши проекты, освежаем нашу базу кейсов и делимся опытом. Это компания «Ликхим». Она занимается производством и продажей в опт- и в розницу фармацевтической продукции. В этой компании есть несколько заводов. Они территориально распределены по нашей стране. Есть один завод в Узбекистане, и компания расширяется. Будут еще покупаться другие заводы на территории бывшего постсоветского пространства. Есть своя сеть аптек розничная. Есть централизованная управляющая компания, находящаяся в нашей столице. Какая задача стояла, какая особенность у данной компании? У нас есть заводы. Завод сам производит и сам реализует свою же продукцию. И имеет возможность, частично реализует свою же продукцию, и имеет возможность пользоваться этими средствами, которые у него есть от собственной реализации, внутри своего завода. Поэтому у него есть своя цепочка согласований внутри своего завода. Но этот объем платежей занимает всего 10%. 90% платежей каждый завод согласовывает централизованно с управляющей компанией. То есть это и закупка сырья, то есть это миллионные платежи. Это и ремонты, и зарплаты, и налоги, и реклама, строительство какой-то, внутренний ремонт техники и так далее. И задача была, какая подстроить централизованное, создать централизованное казначейство с возможностью согласования вот этих и контроля вот таких платежей. Скажу так, что этот проект был достаточно длительный, он комплексный. Казначейство – это всего лишь одна из функций была в этом проекте. Изначально все эти заводы находились на седьмой платформе, то есть в рамках нашего проекта мы переводили их на восьмую платформу 1С и внедряли процесс бюджетирования, то есть на данный момент уже успешно внедрена централизованная база для управленческого факта. Процесс бюджетирования существует, внедрен, и процесс казначейства. И там остались небольшие такие моменты с консолидацией в этом проекте, которые сейчас завершаются, и на стадии сейчас внедрения BI-отчетности. И рассказываю вам непосредственно про модуль казначейства. С какой основной болью сталкивалась раньше компания вот в этой части именно управления платежами? Раньше завод для того, чтобы… Заводы по сути находятся на дотации, то есть все платежи внутренние он осуществляет непосредственно со своего завода, то есть по рекламе, по тому же ремонту техники, на зарплату. И чтобы иметь вот эти средства, директор завода, как правило, заказывал у их, у центральной компании, про запас. Как правило, на месяц вперед заказывал достаточно большой объем средств для того, чтобы иметь возможность расплачиваться по своим счетам. И пока этот процесс находился… Ну, контроля, по сути, как такового, я скажу, и не было. Это где-то в Excel, больше все строилось на доверии. Но когда этот процесс автоматизировали, построили отчетность, сегодня покажу, какую отчетность, то оказалось, что просто эти средства на заводе пролеживали по 2-3 недели, иногда по месяцу, просто деньги не работали. А кому-то, какому-то другому заводу, нужны были срочно деньги на выплату, и всей компании, группе иногда приходилось даже аккредитоваться. То есть совсем неэффективный способ использования денег. Но возможности действительно инструмента на тот момент просто физически у компании не было. Какая стояла функция перед казначейством? Скажу честно, что в каждой компании нужно договориться о функциях казначейства, потому что они бывают достаточно разные. Ну, крутятся вокруг одного и того же. Но в данной конкретной компании договорились, что наше централизованное казначейство должно контролировать вообще вот эту целесообразность и своевременность, и обосновывать платеж. То есть завод должен был всегда подать платеж и обосновать, что мне надо заплатить такому-то конкретно контрагенту в рамках договора, счет, приложите. И тогда казначей в центральном офисе этот платеж подтверждал и выдавал деньги под эти нужды. Контроль соответствия бюджету. То есть раньше этот процесс вообще не был автоматизирован. Бюджет появился. Естественно, ту же заявку нужно было сверять с бюджетом. Соблюдение корпоративной процедуры. Опять же, на момент внедрения проекта в компанию не было договоренности, как вообще должен согласовываться этот платеж. И, по сути, бывали ситуации, кто громче кричит, тому деньги сейчас же быстренько и дали. У кого связи, тот быстро получил. У кого нет, ну как-то попозже будет. И важный был момент контролировать обязательства перед контрагентами, чтобы мы могли, тот, кто платит непосредственно заявитель по платежу, мог перед контрагентом понимать, была ли перед ним задолженность, вообще нужно ли платить. А может быть и не нужно было платить. В общем, все эти контроли, естественно, график и приоритет платежей в виде платежного календаря, когда понятно, что у нас будут приходить такие-то поступления, и мы будем выплачивать такие-то деньги в течение недели и управлять, как раз получать вот этот плановый, ну, имея плановые остатки, получать плановый кассовый разрыв. А возможно, нам денег не будет хватать, и нужно как-то поуправлять, растянуть наши платежи или действительно взять деньги взаимы у финансового учреждения. Какой процесс согласования был в этой компании? На самом деле, хоть компания и большая, достаточно очень много количества человек, но процесс согласования был простой. То есть любой заявитель подает, инициирует заявку, ее обязательно, как вторые руки, проверяет финансист на корректность заполнения статьи ЦФО, чтобы не было ошибок. Ну, опять же, если есть ошибка, ее вернули, инициатор подправил. Если там бывает, что финансист сам исправил. И дальше эта заявочка уходит на утверждение руководителя ЦФО и к финансовому директору для формирования реестров. То есть в данной конкретной компании было два процесса реестра. Первый финансовый директор составляет, второй генеральный директор. И каждый на своем уровне может вернуть заявку к исполнителю, если чем-то, что-то там нет, нет основания или какая-то ошибка заполнена. Ну все, дальше уходит бухгалтер на оплату, если реестр согласован. То есть достаточно простой платеж. Как это выглядит в системе? То есть система наша, как вы помните, я сказала, написана на языке 1С, поэтому интерфейс вам похож, похож на восьмую платформу 1С. У нас заявка, как правило, в каждой компании на 80% поля ее похожи. Сейчас вы видите тот вариант, который видит финансист или казначей в компании. То есть здесь видно все. А нам для контроля действительно нужно видеть много. И кто заявитель, и какой ЦФО, и кому мы платим, и код контрагента, и счет, и валюта, и так далее, и так далее, всю эту информацию. Но на самом деле для самого заявителя эта заявка может быть более облегченная. Ну и понятно, что все, что можно заложить, как-то автоматизировать, помочь заявителю, это можно сделать. То есть человек вносит, он заходит в систему, он авторизуется, что я вот такой в данном случае Шевченко. Все понимают, что этот человек, ну система понимает связку, что относится он к такому-то подразделению, к какому-то центру финансовой ответственности. Все поля, которые возможно автоматом заполнить, заполняются. Что удобного и видно в этой заявке еще, что рекомендуем использовать, если этот процесс у вас еще не автоматизирован. Это табличная часть в заявке. Это очень удобно, потому что, приведу вам пример, к примеру, в нашей управляющей компании есть IT-департамент. IT-департамент закупает, к примеру, ноутбуки и для аптеки, и для заводов. И он создает одну заявку, одну единую на всех, но в табличной части он может указать, что для такого-то завода, для такого-то и так далее. То есть ему не нужно для каждого создавать свою заявочку. Это уже удобно. И дальше после проведения такая одна заявка от IT-департамента уже будет распадаться. Помните, там был процесс согласования руководителем ЦФО? Она посмотрит в табличную часть, какое там есть подразделение, кто руководитель этого завода, другого или аптеки, и цепочка согласования распадется на вот этих руководителей, что достаточно удобно. Понятно, в процессе заявочки будет виден вам статус, мы о нем тоже поговорим. В данном случае видно, что есть заявка, она согласована. Ну и заявитель всегда видит, на какой стадии находится его заявка. Что очень важно. Если у вас еще этого нет, то очень важно, чтобы был документ основания, почему мы платим. Прикреплен счет, договор. То есть система должна иметь желательно возможность прикрепить какой-то PDF-файлик, что достаточно сложно сделать в Excel. Для этого нужен специализированный какой-то инструмент, который бы позволял хранить архив документов. Другой пример заявки, на нем покажу другие фишки и особенности. Это внутренний платеж. Помните, я вам говорила, что мы, например, любой платеж, завод, в данном случае мы видим завод Харьков, он всегда внутренне подает заявку, всегда на завод, на централизованную службу казначейства в центральный офис, подает ее в данном случае в Киев. И здесь в табличной части, ну в данном случае это там на ремонт здания у него заявка, но что часто бывает, к примеру, часто завод запрашивает средства на рекламу, на рекламу на телевидении. И эта статья достаточно весомая, достаточно дорогостоящая. И ее обязательно нужно, конечно, в центральном офисе согласовывать, но у завода есть очень много подрядчиков, ну или контрагентов, с которыми он работает по этой рекламе. И здесь в табличной части можно конкретно указать, что для такого-то, такая-то сумма для такого-то, там особенность еще, сложность, может быть, вы сталкивались с этим, очень много частных предпринимателей в этом бизнесе, поэтому вот эти услуги, они такие мелкие бывают по оплате, и нужно очень-очень хороший такой контроль, пристальный, да, сумма общая, она достаточно большая. Что здесь видно в нашей заявке? Ну, во-первых, сумму, которую там указывал заявитель, и вот как раз, ну понятно, цифры подтерты, потому что это заявки конкретного клиента, и здесь видно, что происходит сверка с бюджетом, видно по факту, сколько осталось в заявочке, какой был резерв, то есть еще поданные заявки предварительно, и какой остаток у нас есть, вот здесь выведен. Также, что удобно, помните, я говорила, что наш механизм – это конструктор, поэтому в каждом конкретном случае для конкретного клиента мы выводим, но это всегда, всегда выводим, такие небольшие отчеты точечные, которые будут удобны заявителю и тому же финансовому контролеру на этапе вот заявки ее утверждения. То есть здесь будет специальный отчет, который я вам тогда показывала таким большим форматом, там в бюджете, не в бюджете, прямо отчетом это будет выводиться. Здесь будет видно взаиморасчеты с контрагентами, тоже, что очень важно, какая есть кредиторская задолженность, да, ну, в данном конкретном случае там виза, комментарии какие-то к заявке, какие-то дополнительные отчеты. Но это то, что вот должно было быть must have. Ну и что, здесь уже виден другой статус, например, что частичная оплата произошла, то есть заявитель видит, что не полностью заявка его прошла оплату. Когда мы находимся в единой системе, и нам не нужно уже звонить по нашим мессенджерам, писать в почту, у нас есть единый журнал заявок, в который смотрит, как заявитель, как руководитель может посмотреть, как финансовый директор, как финансовый контролер. Здесь всегда видно, на какой стадии находится та или иная заявочка. То есть она полностью оплачена и выгружена в клиент-банк. Она оплачена частично, да, то есть мы еще ждем оплаты. Она на согласование, она согласованная. Ну и здесь видно суммы, они сейчас там, и кто конкретно, то есть если она на согласовании, то видно, кто конкретно ее сейчас согласовывает. И тогда не нужно постоянно дергаться, звонить, спрашивать казначея, а точечно в рамках конкретной заявки уже задавать вопросы. Что экономит нам время, и оперативность, естественно, повышает принятие решений. Помните, мы говорили про реестры. Это очень... Есть два подхода к согласованию платежей. Есть по заявочной, то есть каждая заявка согласовывается и падает на оплату. Но достаточно удобный инструмент, когда мы подаем заявки, и потом они формируют нам реестр, ну то есть такой, скажем так, журнальчик, да, в котором видно все наши заявочки. В данной конкретной компании таких реестров два. Один есть у финансового директора. Опять же, они настраиваются в конкретной компании под нужды всегда. В данном конкретном случае было удобно сделать так. Мы выбираем организацию, и по ней заполняются все платежи, которые не оплачены. Их можно утвердить, перенести и так далее. Более подробно покажу на реестре. Помните, я говорила, что в следующий уровень утверждает генеральный директор CEO компании, то есть все платежи. Важно проговорить что? Что, конечно же, лучше утвердить какую-то процедуру оплаты. То есть есть компании, которые выбирают платежные дни. В некоторых компаниях бывает два платежных дня. В нашей компании, например, это мы по четвергам производим оплаты. Есть компании более продвинутого уровня. Я сталкивалась в своей деятельности с международными компаниями. У них один платежный день в месяц, но это такой высший пилотаж вообще управления. В данной конкретной компании, так как ранее они не пользовались платежным календарем и реестрами, и это только вот внедрялось. Пробовали внедрить два платежных дня, но все равно пока вернулись к тому, что удобно в данной конкретной компании утверждать платежи каждый день, ежедневно. Но есть такая процедура, что до 12 должны быть поданы заявки, до 12 следующего дня заявка должна быть согласована руководителем, и до обеда там еще дается пару часов для того, чтобы финансовый директор утвердил свой реестр, и дальше попадает реестр к обеду к генеральному директору. Ну и все, что туда попало, на сегодня согласовывается. Что вы здесь видите, что удобно? То есть здесь генеральный директор видит, понятно, заявка, есть сумма, вот на примере данной заявки расскажу, общая сумма заявки 189 тысяч, и она видит, что 49 тысяч было ранее оплачено. и здесь она дает, по сути, как свое добро, что мы оплачиваем еще 20 тысяч сегодня. Мы говорим, да, вот оно оплачивается, автоматом проставляется. То есть на следующий день нам не нужно заново, бывают такие системы, когда нужно заново подать заявку. Мы оплатили кусочек, и мы говорим заявителю, подай заново, но это очень трудоемко, очень неудобно. Здесь система сама понимает, что остался еще кусочек, на следующий день к реформированию реестра здесь уже будет общая сумма 189 к оплате, а 69 мы уже, по сути, было оплачено. И сколько на сегодня? Бывает такое, что сегодня не оплачиваем, вы здесь видите, к оплате ноль, но вообще генеральный директор этот платеж утверждает. И можно даже указать конкретную дату, что оплатим ее через неделю и конкретную дату. И тогда следующий реестр каждый день эта заявочка не будет падать, а в тот конкретный день, который нужно, она упадет и будет опять же приниматься решение платить или не платить. Ну, это один из примеров. Ну, и после реестра уже дальше уходит платеж в клиент-банк, в систему клиент-банка. Ну, из таких еще контролей, вот скажу, когда вот эта частичная оплата, о которой мы говорили, что очень важно, часто же заявитель, он не знает, да, вот оплатили кусочек, 20 тысяч, сегодня 40 тысяч, а ему нужно отвечать контрагенту, по, так что, платили или нет. И он, опять же, не обращается к своему руководителю, казначею, к бухгалтеру, не бегает. У него видно в заявке на свои, на там закладочке специально дополнители, дополнительные заявочки, видно, что были платежи в сумме 20 тысяч, в сумме 40 тысяч, и видна сумма, что там здесь процентное соотношение, что заявка еще не полностью, но мы ждем, чтобы была 100% оплата произошла. Достаточно удобный инструмент. Ну, и в данном случае такой был интересный, ну, и отчет внедрен для конкретной компании по управлению вот этими внутренними платежами. Что здесь удобно в данном случае? То есть у нас, помните этот процесс, когда завод запрашивает средства? Здесь всегда видно, что завод запросил вот такую общую сумму, то есть Харьков запросил у Киева сумму, и здесь видно, как Харьков сам платил ее. И мы в центральном офисе, находясь, видим, что была сумма общая, здесь, ну, опять же, цифры затерты, была общая сумма вот такая, и как она расходуется, да, там на месте уже. Вот, и благодаря этому были сэкономлены достаточно большие суммы, и был выявлен, вот как раз в этом отчете был выявлен, что, ну, просто лежали без работы средства по месяцу, две, три недели. Это сто процентов, бывало месяц и полтора, просто лежали запрошенные деньги и никому не оплачивались. Ну, и то, к чему стремится каждая компания в своем управлении, финансовый директор, это инструмент платежного календаря. То есть это часто мечта очень многих финансовых директоров, генеральных директоров компании. Сам отчет, он всегда имеет форму очень похожую друг на друга между разными клиентами и компаниями. Это всегда должен быть некий остаток денег, который вот мы планируем на начало периода, в зависимости от того, какой мы платежный календарь строим. В данном случае компания на неделю управляла вот таким оперативным платежным календарем. То есть у нас есть остаток денег на начало и те наши заявки, которые мы, выплаты, в разрезах видов деятельности инвестиционно, операционно, финансово, те заявки, которые были поданы, наши внутренние вот эти заявки, которые между заводами, между центральной компанией. Очень много заявок, достаточно большое, там есть вау валютных платежей и остаток на конец периода, который как раз и показывает, а вдруг у нас есть кассовый разрыв и нужно им управлять в рамках вот в данном случае недели. Но с чем сталкиваются очень многие компании, чтобы действительно составить работающий платежный календарь, нам нужно внести плановые поступления на эту неделю. И если честно, часто эта мечта остается в компаниях просто забытой, потому что, не знаю, как-то не приживается вот эти поступления, планировать поступление денег. Но в данной конкретной компании финансовый директор добился того, что этот инструмент заработал. И здесь часто мы компаниям помогаем в том плане, чтобы эти поступления, заявки не вручную вносились, а их же можно автоматом получить из наших системы учетных, из оперативных, из договоров. В данном конкретном случае от договоров было понятно со срочкой платежа, когда нам придут деньги, и мы могли спланировать наше поступление автоматом от наших, ну, непосредственно из нашей системы учета. И благодаря этому этот инструмент заработал. В будущем компания, сейчас перед ней стоит задача построить еще такой немножко долгосрочный платежный календарь на 2-3 недели вперед, в рамках которого это тоже у многих мечта в компаниях, но реализуемая мечта, мы часто помогаем это сделать. Когда мы уже прожили какой-то факт, у нас есть план, мы всегда можем посмотреть некий такой прогноз на будущее, с учетом того, что факт уже свершился, и тот план, который остался в нашем будущем. Ну, и вот тот телеграмм, о котором говорили, мне интересно ваше мнение, я сейчас расскажу, как у нас это работает. Мы этот инструмент внедрили у себя в компании, и сейчас активно внедряется, он практически каждый наш проект заканчивается согласованием заявки именно в телеграмм-боте. Вот, суть этого согласования на самом деле простая, из нашей системы приходит в телеграмм-заявка с полями, которые необходимы для того, чтобы, ну, был руководитель информирован, да, то есть по какой статье, какое назначение, какой-то комментарий, сумма, валюта, кто ее инициатор, и руководитель может ответить по сути, да, нет, согласованно, не согласованно, имея при этом свой личный код, пароль доступа, потому что все мы понимаем, что телефон может, а, потеряться, и кто-то может оплатить там случайно какие-то суммы или просто что-то случайно нажать, ну, или просто телефон может попасть в руки наших детей, да, которые играют, тоже оплатят какие-то миллионы на расчетные счета, поэтому у каждого свой индивидуальный пароль при оплате, но этот инструмент очень интересен, и нам интересен, да, и у вас есть такая потребность, ну, у кого-то есть, видите, да, у кого-то, ну, большинство компаний действительно, и это, ну, это очень удобно на самом деле, потому что все мы понимаем, что сейчас такое время, что мы не все сидим в своих кабинетах, да, кто-то, наш бизнес осуществляется, ну, постоянно мы двигаемся, да, в процессе, и жизнь происходит в планшетах, мобильных телефонах, а часто это быстро и удобно. Ну, что ж, я так подытожу, что внедряйте фишки, внедряйте и согласование в мессенджерах, обращайте внимание, чтобы был удобный чат при согласовании платежей, чтобы были отчеты удобные для наших заявителей, желательно в один клик, да, автоматически созданные. Если у вас есть потребность в реестре, обращайте внимание на это, автоматизируйте, и, что очень важно, частичная оплата, это тоже очень важный инструмент. Я буду на этом передавать слово нашей Татьяне. Татьяне. поэтому я сейчас начну задавать вопросы, точнее, транслировать вопросы от участников. Какие преимущества казначейства в вашем продукте по сравнению с 1С? по сравнению с 1С? Ну, если вы берете стандартную конфигурацию, там зашит определенный уже документ и своя логика, да, здесь самое основное преимущество того, что вы говорили, это конструктор. То есть, какой бы мы процесс с вами ни описали, здесь можно настроить любую логику согласования, любой реестр, любую заявку удобную. это индивидуальность, да, то есть, все наши проекты, все это как бы индивидуальный костюмчик под вас, под вашу компанию. Как раз был следующий вопрос про процедуру согласования. Может быть, разная для разных заводов вопрос такой? Да, она разная для разных заводов и на самом деле она в итоге и была разная. Мы вроде описали одну единую структуру, но оказалось, что и исторические заводы были куплены, приобретены в разное время разная там структура собственности и в общем процесс согласования был разный. И как раз в догонку этого же вопроса есть ли возможность дорабатывать или изменять что-либо в системе без программиста? Да, в этом же как раз и есть фишка нашего продукта, что настраивается он бизнес-аналитиком, то есть мы с Татьяной вот умеем настраивать продукт, мы финансисты по образованию, но понятно, то есть здесь настройщик тот, кто просто логически может думать, умеет строить таблицы в Excel, может по сути научиться, понятно, что так сразу не настроит, но может научиться и поддерживать. Окей, и последний вопрос к тебе, поскольку ты здесь красиво рассказала про мессенджеры всякие, нам обратная связь с аудиторией, что порядка 70% нуждается в согласовании платежей в каких-либо мессенджерах и в связи с этим вопрос, какой мессенджер наиболее удобный для согласования заявок и какие отзывы у ваших клиентов об удобстве Телеграма? Мне, кстати, интересен обратный вопрос, я отвечу, у нас Телеграм самая распространенная сейчас мессенджер, поэтому он был выбран для создания Телеграм-бота, то есть по сути все довольны наши клиенты этим мессенджером, но у меня вопрос встречный к вам, для вас удобный Телеграм-мессенджер для согласования или нужен другой, там, WhatsApp, к примеру, Viber, какая-то другая система для согласования. Да, просьба, напишите в чате, пожалуйста, участники, какой бы мессенджер вам был удобен для согласования платежей, будем вам очень признательны. То есть мы как раз выбрали этот мессенджер, потому что провели опросы среди наших клиентов и увидели потребность такую, поэтому реализовываем. Ну вот участники тоже пишут, что пока Телеграм, как один из, некоторые вот говорят, Аскад пишет, что не критично, но все-таки, если говорить, вот дополнить Елену, то мы рассматривали разные варианты, но на тот момент, как мы вот, то и сейчас, по сути, Телеграм одна из платформ, которая наиболее удобна с точки зрения общения ботов и согласовалок всевозможных, то есть с точки зрения функциональности и распространенности наиболее удобной и я бы сказал еще дополнил с точки зрения денег, это не настолько уже затратно с точки зрения привязки к системе индивидуальной и, в общем-то, не только к нашей системе. Окей, двигаемся дальше. Елен, спасибо большое за доклад и за ответы на вопросы. Будем двигаться в рамках нашего времени и программы. Я тогда, если у кого-то, кстати, остались вопросы, вы пишите, мы все равно на них ответим. Елена никуда не уйдет, никуда ответов не денется. А мы передаем слово нашей Татьяне. Татьяна. Да, здравствуйте, коллеги. Меня слышно, видно? Да, да, хорошо слышно, видно. Меня тут сразу хочу предупредить, у меня тут неустойчивое соединение, что-то вот дергается, поэтому, может быть, я буду переключаться в какой-то момент, если будет что-то нарушаться. Так, да, Лена закончила на том, что сейчас очень популярны, ну, какие-то быстрые решения, которые, ну, в частности, в контексте управления деньгами, которые могли бы ну, скажем так, быстро решить вопрос, быстро внедриться и принести сразу результат без внедрения, например, какой-то сложной системы управления деньгами. И у нас также есть такое решение. Я сейчас покажу быстренько архитектуру, как это может быть взаимосвязано с учетной архитектурой текущей, которая у вас уже существует. вот, и давайте сразу продемонстрирую. Татьяна, сейчас, наверное, пытается подключиться еще раз. Сейчас. Видно экран? Подскажи. Нормально? Нет, не вижу я. Да, к сожалению, не видно экрана. Татьяна, попробуй еще раз. Татьяна, попробуй отключить пока камеру и включи звук. Да, я таки отвалилась, неудачный прогноз реализовался. Ну, пока меня слышно, да? Давайте попробуем проскочить, может быть, все будет хорошо. Смотрите, видно, да, сейчас? Ждем появления. Есть, видно. Да, значит, это такая как бы типичная архитектура, с которой я хочу быстренько начать, которая, в общем-то, присуща любой компании. есть оперативный бухгалтерский контур, где компания ведет учет. Это там 1С в основном, вот вы отмечали, что у вас учет в основном в 1С ведется. Это в Excel какой-то учет, другие какие-то учетные системы, SAP, Oracle, там и так далее. Есть, значит, у нас управленческий контур, где ведется уже бюджетирование. Часто в компаниях эту роль играет в Excel. Вот. И Лена рассказывала, что вот наша система, вот это IBM Finance, она позволяет полностью автоматизировать управленческие контуры бюджетирования, а также управление деньгами в составе нашей же системы. Но часто компании хотят что-то более легкое, быстро внедряемое, и тогда у нас здесь появляется система для управления платежами, которая называется IBM Cashflow. Так, меня видно, слышно, я, извините, переживаю, что я в какой-то момент все отлично. Да, и как она интегрируется? Вот этот контур у всех в любом случае есть, вот этот контур часто представлен Excel, да, Excel может быть заменен отлично IBM Finance, но даже если он не заменен с точки зрения управленческого учета и бюджетирования, все равно бюджеты, итоговый ПЛ, там какие-то все расчеты в Excel выполняются. И, соответственно, вот эта система управления платежами IBM Cashflow, она позволяет подтягивать данные бюджета из той системы, где этот бюджет ведется, она позволяет подтягивать справочники из управленческого контура, либо оперативного бухгалтерского контура. Здесь у нас происходит согласование платежей в облаке, где там заявки, сейчас мы посмотрим эту систему, эта же система согласованной заявки может возвращать обратно, либо в оперативный управленческий контур, либо обменивать с клиент-банком и затем уже передавать платежные документы. Суть такая, что это легкое доступное средство, которое быстро внедряется и пользователи туда ходят через интернет. Сейчас я покажу. Значит, вот я открыла у себя два окошка. Значит, зайду сейчас, отфильтрую необходимые заявки. Какой-то период побольше выберу. И тут точно так же. Тут просто две разные демо-базы, которые содержат немножко разную структуру этих платежей. Я хочу показать вам различия. Так, вот смотрите, я открыла одну и ту же систему, как вы видите, в нее ходить нужно просто через браузер. Значит, здесь у нас есть два кейса. Один значит, тут украинский интерфейс, один тут вообще как бы английский интерфейс. То есть язык интерфейса в общем-то может быть любой. И сама вот эта заявка она подается вот в этом контуре. То есть если вот, то есть в сущности сейчас я зашла, ну я под администратором, то есть мне доступны все заявки, которые подаются. И этот инструмент удобный, что в него можно ходить через мобильное приложение, ну через мобильный телефон, через планшет. То есть оно подстраивает как бы сразу под экран расширения. И если мы откроем любую заявку, мы в принципе тут видим классическую заявку с классическими полями, которые необходимы. Эти поля они поднастраиваются для разной компании. То есть у вас может быть своя аналитика, у кого-то какие-то свои особенности, но в целом основные параметры они похожи. Когда платить, кому платить, какая сумма, какие платежные реквизиты, по какой статье, по какому центру финансовой ответственности, все какие-то комментарии здесь даются, и какие-то ключевые параметры, которые важны именно в конкретном бизнесе, там это инвестиционные расходы, реконструкция, или еще какие-то нюансы. Также каждой заявки вы видите здесь в эту же систему подтягиваются бюджетные остатки из Excel, так и из базы бюджетирования, если у вас есть учетная система для бюджетирования. Тут мы можем видеть, как у нас уже израсходован лимит, в лимите у нас заявка или нет. Здесь же у нас есть прикрепленные файлы, вот мы можем открыть, посмотреть, какой там файл прикрепили, их неограниченное количество можно прикреплять, чтобы дальнейшие люди, согласователи видели, что они утверждают. Очень удобно, что можно, ну, как бы, во-первых, видно полностью какую цепочку прошла заявка, то есть вот эта цепочка, она тоже настраивается индивидуально в зависимости от процесса, как видите, некоторые даже заканчивают процесс оплаты для того, чтобы контролировать возврат оригинальных документов, видите, после оплаты еще и идет контроль на получение оригинала документа, и то есть по каждой заявке видно, получены эти документы, не получены. что еще? Ну, я очень быстрый обзор делаю, как бы, при необходимости мы можем детальнее показать уже на какой-то индивидуальной встрече, но система очень легкая, также здесь вот я сейчас вот один интерфейс, могу показать заявку в другом интерфейсе, как видите, здесь уже какие-то немножко другие поля, они представлены на английском, здесь также может использоваться табличная часть, это тоже часто, ну, очень много компаний, ряд расходов могут признавать по кассовому методу, соответственно, когда какой-то там ЦФО подает заявку, он сразу может расписать, на какие центры затрат относится эта заявка, и, соответственно, вот видите, тут кост-центры расписаны, статьи ПЛ, то есть, соответственно, на основании этой информации, ну, она уже служит максимальным разнесением, допустим, для последующего там разнесения и отчета Кэшфлоу, и отчета ПНЛ, также, что очень удобно, здесь, ну, опять-таки, видите, здесь тоже есть процесс согласования, здесь он уже другой, тут вот, как видите, я вам говорила, что процесс согласования, заявка согласованная, она может отправляться как в клиент-банк на оплату, так она может и отправляться в учетную систему, например, здесь она выгружается в SAP, и уже процедура именно оплаты интеграции с клиент-банком реализована в SAP, в сущности, в учетной системе, точно так же с 1С может быть, все согласование мы вынесли в Кэшфлоу, вернули в 1С просто уже платежки, которые нужно оплатить, и они там уже по типовым процедурам платятся, ну вот таким образом у нас осуществляется вот этот коннект, взаимосвязь, также тут очень удобно, что, как видите, тут есть еще значок чата, то есть по каждой заявке не нужно там ну там какой-то, знаете, туда-сюда гонять эту заявку, то есть все вопросы можно изменить в чате, который доступен всем, кто участвует по правам в согласовании этой заявки. Вот, ну и как бы это такой вот быстрый обзор, здесь есть какие-то там преднастроенные небольшие отчеты, здесь есть, ну вот как я говорила, там отправка в необходимый приемник, либо клиент-банк, либо учетные системы, сюда подгружаются бюджеты, и сюда подгружается справочная информация, то есть или у вас есть отдельно выделенная база мастер-справочник, или же у вас есть, ну или просто из учетной системы актуальные справочники, здесь по сути ключевые справочники нужны, это там организации, ну юрлица, это статьи бюджетные, это подразделения или ЦФО, контрагенты, ну вот ключевые классификаторы, по которым осуществляется контроль. И соответственно, что какие плюсы в этой системе, она достаточно быстро, легко запускается, быстро масштабируется, то есть, ну запускается она там в пределах, в зависимости, конечно, от компании, от количества пользователей, ну там в районе двух месяцев, например, но компания сразу имеет возможность получить быстро инструмент для управления деньгами, то есть все платежи как на ладони, там безопасность вся здесь настроена, четко, кто какие заявки видит, вот доступно с мобильных устройств, очень просто, понятно, интуитивно любому пользователю, дружелюбный интерфейс, поэтому как бы для вот такого быстрого управления деньгами эта система очень подходящая. Вот, если, в принципе, я такой быстрый обзор закончила, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, или мы сейчас продолжим, а потом все вопросы еще обсудим. Здесь короткие были вопросы, я даже прокомментировал в чате, спрашивал, ничего страшного, можно ли будет интерфейс на английском или русском лучше воспринимается? Ну, я как раз сказал, что вот ты презентовала другой пример с английским вариантом, но не проблема, а русский и любые другие языки подключить с точки зрения полей, описания, содержания и так далее. Да, и у меня еще в личку написали вопрос, кто основные пользователи в приведенных кейсах? Ну, если говорить о вот этой системе, здесь пользователи вся компания, в общем-то все представители подразделений, которые коммуницируют с какими-то контрагентами, поставщиками, получают от них счета, подают эти счета на оплату, они все являются пользователями этой системы, это раз. Второе, пользователи системы это руководители этих подразделений, которые утверждают эти заявки и контролируют бюджет, который они планировали до этого. Также пользователи этой системы финансисты, казначей, которые видят уже весь пул заявок на оплату, могут их там перераспределять и понимать, что мы платим, на каком этапе, где какая заявка находится. И, как я уже сказала, и вот Лена тоже обращала внимание, что процесс оплаты, чем он такой удобный, тем, что сюда можно разные точки контроля зашить. Вот, как видите, здесь была зашита точка контроля, чтобы там возвращали оригиналы документов. То есть, прямо отсюда из процесса видно, что не вернули еще какие-то документы в систему. Либо там в бюджете не в бюджете заявка. Здесь также есть контроль на дубликат. Если вдруг там по каким-то ключевым полям там сумма, контрагент, там вложение сходится, заявку уже такую подавали когда-то, оно проконтролирует, там поругается, не позволит такую заявку внести. Какие-то еще контрольные механизмы можно сюда... Здесь есть, скажем так, какие-то типовые, но если что-то такое вам понадобится, свое, то есть, мы это будем обсуждать на этапе внедрения, возможно, там будет опцию расширить или невозможно, и мы вам предложим альтернативу. Вот так вот. Понятно. Хорошо, Татьяна, спасибо большое тебе. Давай тогда дальше продолжим. Да, я тогда останавливаю демонстрацию, передаю слово дальше и... Видно сейчас мой экран? Запуск видно. Ага, все, я вернулась. Да, то есть, мы с вами подытожу, увидели два инструмента. Первый на основании кейса, который я приводила, это продукт IBM Finance, да, то, как правило, просто этот продукт внедряется не только для казначейства, он более целостный, он, как правило, внедряется для консолидации управленческого факта, для бюджетирования, МСФО здесь может быть, консолидация, и в частности механизм казначейства, и вы живете в пространстве, здесь согласовываете платежи в пространстве именно IBM Finance, да, и другой, легкий, естественно, это более длительное внедрение, да, индивидуальное, совсем под ключ такое, и легкий инструмент, который показала Таня, это как бы тренд нынешнего времени, когда нужно только решить вот эту локальную задачу, все остальные, будем говорить, так закрыты, и разный здесь и подход, то есть это и быстрота, естественная стоимость, но если кому-то интересно, вы, наверное, на встречу можем обсудить или пишите в чат, то есть здесь разные совершенные подходы и к внедрению этого продукта, да, и к стоимостью, подход также, но смотрите, какой бы мы продукт ни внедряли, любой продукт нужно запустить, да, то есть мы его настраиваем под вас, и какие наши рекомендации в запуске, да, с нами вы, без нас, с каким-то другим подрядчиком работаете, всегда перед тем, как что-либо запускать, будьте добры, протестируйте перед тем, как передавать это заявителям, потому что все мы знаем большой процесс отторжения в процессе внедрения чего-то нового, саботаж происходит, нашими сотрудниками, да, заявители, это практически все люди в нашей компании, то есть инструмент должен быть оттестирован, рабочей группой вот в этом проекте, и только потом передаваться непосредственно уже для использования. Быстренько, когда мы тестируем, вносим, важно, чтобы та команда или вы сами, свои программисты внедряют продукт, быстро вносили изменения, потому что, ну, что-либо, что мы внедряем, должно запуститься быстро, тогда сразу же все увидят результат, и это будет приносить пользу, естественно, и отторжение будет уходить. Из наших рекомендаций, что помогает нам в проектах, проводить с проектной командой ежедневные стендапы. Что было запланировано, что сделали, что планируем на сегодня, а в начале недели на неделю, месяц. Используйте современные фишки, например, тот же Телеграм, к примеру, или там чаты внутри, да, они помогают как раз вовлечь людей, которые будут как раз уменьшаться в это сопротивление. Ну, и в конкретно внедрении казначейства рекомендуем как можно раньше отказаться от другой системы, где вы согласовывали заявки. Тогда эта система запустится просто на ура очень быстро, потому что всем нужно что-то когда-то оплатить, да. Если мы скажем, что теперь в предыдущей системе или там в Excel или в бумажном виде мы больше не принимаем платежи, то эта система быстро и оттестируется, и внесутся изменения, потому что всем нужно платить, а как правило, бывает, нужно уже на вчера было заплатить. Так что это наши такие рекомендации. Ну, и еще такой для крупной компании такой наш подход. Вы можете написать в чате ваше видение, но это наше вот практическое видение от внедрения. У нас есть большой, как правило, в крупной компании финансовый департамент есть во главе финансового директора, и у каждого из них есть отделы, которые закрывают функции бухгалтерского учета, управленческого, МСФО учета, бюджетирование, казначейство, и здесь всегда часто стоит вопрос с IT-департаментом. Часто в компаниях IT-департамент не подчиняется финансовому директору, но бывает и ситуация обратная, что именно не тот IT-директор, который за железо отвечает, да, и сервера, а именно за внедрение учетных систем. Вот часть IT, когда подчинена финансовому директору, из нашего опыта такие проекты запускаются намного быстрее, намного эффективнее, такая команда работает более слаженно. Но мне интересно и ваше мнение. Напишите в чат, как вы думаете, считаете на этот счет. Согласна, вы с этим не согласны? К сожалению, чата не вижу, но я, может быть, мне Юра прокомментирует. Пока участники, наверное, что-то пишут, потому что пока еще не вижу. Хорошо, я, наверное, двинусь дальше. Хочу тоже так подытожить. Помимо казначейства, когда мы внедряем вообще проекты, ну, казначейство, как правило, это одна из функций, и если взглянуть на любой проект по трансформации финансовой системы комплексно, то наша задача финансового департамента внедрить оперативный, бухгалтерский, регламентный учет, управленческий учет, модуль бюджетирования, туда же, будем говорить, входит казначейство. И, как правило, верхушка этого айсберга компания хотела бы визуализировать эту отчетность в BI-отчетах через BI-аналитику. Достаточно распространена сейчас эта система. И здесь наша рекомендация. Очень часто мы видим идеальный путь двигаться как бы от фундамента, от оперативного учета и вверх-вверх-вверх, доходя до BI-отчетности. Но очень часто мы видим картинку обратную, когда, к примеру, руководитель или собственник бизнеса приходит с какого-то форума, увидел красивую отчетность на планшетах или в телефоне и давай внедрим BI. И, как правило, здесь мы сталкиваемся с тем, что это будет возможный путь, но не совсем идеальный. Вы получите как раз... Вот деньги можно, кстати, внедрить достаточно быстро через BI-аналитику, потому что они, как правило, и в учете оперативном всегда существуют достаточно отлаженно. Но если вы пойдете по ступеньке сверху вниз, часто вы будете сталкиваться с тем, что придется что-либо менять в оперативном контуре, в учете, перенастраивать и только опять подниматься вверх для того, чтобы получить те самые долгожданные отчеты, о которых мечтает, по сути, собственник, генеральный директор и ставит задачу, как правило, финансовому или IT-департаменту их внедрить. Ну и в части управления деньгами, сейчас мы говорим о казначействе, это могут быть различные отчеты по календарь денежных потоков, да, там на понедельник, здесь мы видим, ну это варианты представления здесь, когда мы видим какие-то отчеты в динамике, по структуре, на что мы расходовали, маркетинг, какие-то расходы на персонал. Это может быть вот такое представление, да, динамика расходов и продаж, тоже по статьям затрат расшифрованная, это может быть структура там дебиторской задолженности, что очень важно, да, также анализировать там кредиторской задолженности по менеджерам, по контрагентам, это может быть вот такое представление дешбордов по кэшфлоу, где видна также и структура, плата динамика, поступление, чисто денежный поток, все это это пример тестов, такой общий там приходы, расходы, остатки и так далее, все это опять же рисуется, всегда утверждается с клиентом и выводится на экран, ну если говорить не только о деньгах, о всевозможных отчетах финансовых для компаний и ПНЛ, и баланс, факторный анализ, консолидация, то это могут быть и разные другие отчеты в компании. Я вас благодарю. Есть еще один вопросик, можно ли пообщаться с вашими клиентами и получить обратную связь и возможно какие-то рекомендации клиентов. Конечно, мы всегда предоставляем рекомендации, можем с вами встретиться, как правило, мы узнаем специфику вашего бизнеса, так как у нас клиенты абсолютно из разных сфер, еще раз повторю, что у нас продукт, так как он конструктор, то есть нам все под силу и производство, и торговля, и услуги, и медиа, поэтому мы под вас выбираем непосредственно клиента, с которым пообщаться, близкого вам по отрасли и назначаем встречу, как правило, в зоне сейчас. Окей. Лен, спасибо большое, мы уже близимся к завершению, потому что из графика немножко выпали по техническим всяким моментам. Дорогие участники, спасибо вам большое за время. в чате сброшенные все ссылки, по которым вы сможете коммуницировать с нашей компанией, мы есть везде практически, мы точно так же ведем там и каналы в ютубе и так далее, то есть мы в принципе достаточно открыты к партнерству и к сотрудничеству. Если у кого-то остались индивидуальные вопросы, готовы сделать в том числе достаточно оперативно в онлайн режиме все это дело, показать, рассказать более развернуто и другие модули, которые решают более расширенную задачу по финансовому управлению. Ну и следите за нашим мероприятием, потому что мы практически каждый месяц что-то проводим в плане финансового управления по абсолютно разным подходам, методологиям и так далее. Поэтому будем рады видеть вас и в дальнейшем. Спасибо вам огромное за участие. Надеюсь, те кейсы, которые мы показывали как-то будут применены в ваших компаниях. Ну а мы готовы со своей стороны вам помочь, если при этом есть интерес, актуальность, необходимость. Елена, Татьяна, спасибо большое за доклады. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.